Старение? Ну, это временное явление, но у дамы есть в арсенале чудо-средства. Завтра в баню, но я всегда вспоминаю старую детскую сказку про скорняка и шапки. Всем доброго времени суток, всем, кто смотрит. Итак, у нас планируется процедура с применением препарата Эстефил. Это препарат корейского производства, предназначен для усиления выработки коллагена, уплотнения кожи и опосредованного лифтинга. Многие называют данный препарат жидкими нитями. Сам препарат приходит вот в таких коробочках и перед процедурой непосредственно он подготавливается, потому что препарат представляет собой много-много шариков, которые надо предварительно растворить или превратить в обзвесь в жидкости. Чем хорош данный препарат? Тем, что готовится непосредственно перед процедурой, и пациент может увидеть, что упаковочка вскрывается при нем, а не где-то в стороне. Нет опасения о том, что препарат ранее мог быть использован кому-то. Все индивидуализировано. Препарат растворяется в воде для инъекций. Естественно, для всего используется одноразовая стерильная система. За 15-30 минут до процедуры во флакончик добавляется вода для инъекций. И после этого флакон интенсивно встряхивает до полного превращения в гомогенную массу. То есть, до превращения в белесоватую жидкость без каких-либо следов вот этих шариков. Почему препарат называют жидкими нитями? Полимолочная кислота является одним из сильнейших стимуляторов выработки коллагенной ластины. И с успехом используется в нитевых методиках. В первую очередь, ее очень любят использовать в биостимулирующих нитях. То есть, в тех нитях, которые создают эффект за счет улучшения структурного состояния кожи, за счет стимуляции выработки коллагена и эластина. В данном случае полимолочная кислота находится в жидком виде. После введения в ткани, жидкость, которая, по сути дела, растворяет полимолочную кислоту, уходит, удаляется естественным путем из организма. И остаются маленькие микросферы, которые при контакте с фибробластами, клеточками, вырабатывающими коллаген и ластин, стимулируют выработку непосредственно того самого коллагена, который нам нужен. Итак, мы препарат, по сути дела, разбавили. Теперь в течение 10-15 минут я препарат буду трясти. Но у нас в данной ситуации есть в клинике специальное устройство, встряхиватель, куда мы устанавливаем этот флакончик. И через 10-15 минут мы его уже берем, готовы к применению. Устанавливается препаратик в держатель. Включается, по сути дела, аппарат. Регулируется скорость встряхивания. И оставляется для того, чтобы взбалтывал. Сейчас продолжаем подготовку препарата. Еще доразбавляем сам препарат небольшим количеством лидокаина, для того, чтобы процедура проходила максимально комфортно для наших пациентов. И дальше добавляем, опять же, небольшое количество воды для инъекций, приводя препарат в максимально необходимую концентрацию. Давайте начнем с правой стороны, на бочок укульчик. Терпимо? Препарат можно отколоть один флакон на очень большую площадь. Но я всегда вспоминаю старую детскую сказку про скорняка и шапки. Можно ли за одной шкуркой сшить 10 шапок? Можно, но носить их будет невозможно. Если приходит пациентка молодого возраста, если это профилактика процессов старения, конечно, можно один флакончик с успехом использовать на большую площадь. И на лицо, и на шею, и на декольте. Но когда мы хотим уже решать проблему, которая есть, мы ее часто используем как подкодавительный этап для других методик, либо как совместную с другими методиками процедуру. Потому что очень много процедур, которые направлены на уплотнение ткани, усиление выработки коллагена, но при этом работают все процедуры по-разному. Мы пытаемся фибробласт, то есть клеточку, которая вырабатывает коллаген, стимулировать с разных сторон. Больно? Нет. И когда с одной стороны клеточку немножечко постимулировали, с другой стороны постимулировали, в конечном итоге она начинает активнее работать, и результат получается гораздо лучше, чем моно-метод. Но для того, чтобы была хорошая стимуляция, объем вводимого препарата в одну область должна быть достаточно большая. Поэтому в таких ситуациях, как сейчас мы делаем процедуру, мы распределяем один флакон на достаточно ограниченную площадь, то есть это подчелюстная шейная зона. Значит, показания в первую очередь – это дряблость кожи. И через месяц вот эта дряблость будет значительно меньше, а через 2-3 месяца она практически разгладится. Сказать, что полностью уйдет, не уйдет, но станет значительно лучше. При необходимости мы повторим процедуру. Так вот, основная зона применения – это лицо, но исключая область век и исключая область лба. За счет вот этого объема, отека небольшого, морщиночки разглаживаются, и кажется, что стало лучше. Проходит неделька, 5 дней, вся жидкость отсюда уходит, и результата никакого пациент не видит. И только через месяц появляются какие-то первичные признаки результата. А полностью он нарастает на протяжении 4-6 месяцев. Для того, чтобы препарат все время был в однородной концентрации, я каждый раз перед тем, как забирать в шприц препарат, встряхиваю то количество, которое у меня находится в разведенном виде, для того, чтобы концентрация была равномерная. После процедуры основная рекомендация – это проведение самомассажа. То есть 5 дней после процедуры, минимум 2 раза в день, вообще можно до 5 раз в день, по 5 минут в область проведения процедуры надо массировать. Наносится любой крем, который используется в домашних условиях, и с этим кремом проводится массаж. Это необходимо для того, чтобы равномерно распределить препарат в тканях. Почему я делаю столько много векторов? Опять же, это направлено на то, чтобы равномерно распределить препарат в тканях, для того, чтобы не было зоны, где усиленное будет формирование коллагена и какие-то нежелательные уплотнения. Второй момент – это ограничение тепловой нагрузки. То есть баня, сауна, солярия на неделю, а лучше на две, исключается. Для чего это сделано? Есть травма, есть травматизация сосудиков. Понятно, что даже капельки крови все равно у нас появляются. И поэтому, если завтра в баню, то могут проявиться синячки, потому что расширятся сосудики в бане. Несколько дней, опять же, рекомендуется ограничить физическую активность, то есть не заниматься активно спортом. Связано с тем, чтобы не поднимать давление, не усиливать, опять же, кровообращение и вместе с током крови, не спровоцировать появление тех же самых синячков. По ощущениям. После процедуры каких-то значимых болевых ощущений будет. То есть процедура неприятная, как я говорил. И вы видели, несмотря на анестезию, все-таки определенные неприятные моменты я пациенту доставлял. Бывает такое, что синяки получают пациенты, синячки могут быть маленькими, могут быть объемными. Но это временное явление. Синяки можно и нужно мазать кремом от синяков. Ну и можно маскировать. Все-таки через 12 часов косметику можно использовать. А как я уже сказал, основной контингент наших это дамы. Но дамы есть в арсенале чудо-средства. Ну, если говорить о противопоказаниях для пациентов, информация. Доктор обязательно спросит о состоянии здоровья, выяснит, есть ли у вас или нету противопоказаний. Для докторов информация. Надо по выходить на обучение и там вам все расскажут. Но основные противопоказания все равно озвучу. Это острые заболевания. То есть если человек заболел, простыл, там с насморком, с температурой, естественно, никто на процедуру вас не возьмет. Если это обострение хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистая система, да, поднялось давление. Но процедуру вы видите, что не быстрая, да, и не совсем уж неощутимая. Поэтому, скорее всего, у вас тоже на процедуру не возьмут, пока не скорректируют давление. Если есть аллергические реакции на компоненты препарата, тоже это будет противопоказанием. Если бы невозможно было осложнение, не проводили бы обучение. Поэтому я уже упоминал, самое большое осложнение – это формирование повышенного количества коллагена в каких-то участках, которые в дальнейшем проецируются в виде уплотнений. Ну и вплоть до появления гранулем. Поэтому препарат надо использовать грамотно. Как я уже говорил, еще раз повторюсь, препарат при всех своих плюсах имеет особенность, связанную с тем, что он будет стимулировать коллаген вне зависимости, хотите вы того или не хотите. Он не имеет кнопочку «выкол», он не остановится по вашему желанию. Я не стремился сократить процедуру ни по времени, ни ускорить ее как-то для того, чтобы все было хорошо в дальнейшем и самое главное – принесло пользу, а не вред.